В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Меры социальной поддержки для некоммерческих организаций. Состоялось очередное заседание Думского комитета. Ядерный щит и духовное наследие Сарова в Саровском физико-техническом институте прошла студенческая конференция по истории. Будущие чемпионы и мастера спорта, выпускникам спортивной школы ИКАР выдали свидетельство об окончании обучения. Далее расскажем обо всем подробно. Бесплатные школьные завтраки для детей из малообеспеченных и многодетных семей льгот и диабетика. Эти и ряд других мер социальной поддержки город не оказывает уже с начала года. Связано это с действием 232-го постановления. Муниципалитет просто не имеет полномочий на выделение средств из казны на эти статьи расходов. На заседании социального комитета администрация предложила внести соответствующие изменения в местные нормативные акты и привести их в соответствие с федеральным законодательством. Вместе с тем было озвучено предложение поддержать добровольцев народных дружин. ДНД существует давно и если раньше их участники получали льготы, то сегодня инициатива народных дежурных никак не поощряется. Хотя полиция неоднократно обращалась в администрацию с просьбой о поощрении членов ДНД. Одной из форм поддержки может стать возможность посещать платные секции ДМИС со скидкой 50%. Мы сейчас цепляемся за любую малейшую возможность, чтобы можно хоть как-то, да, понимаете, хоть какую-то мотивацию. Потому что если раньше, извините, у меня было что-то, у них было три дня к отпуску, у них там отпускали с работы, сейчас этого ничего нет. В ДМИС подчеркнули, выпадающих доходов от такой инициативы не будет. Те, кто придут за полцены, дополнят тех, кто ходят за полную стоимость. Такая льгота, наоборот, должна повысить доходы спортивных секций. Департамент финансов обещал рассмотреть обращение в ближайшее время, после чего депутаты вновь вернутся к обсуждению поддержки народных дружин. Еще одним опросом в повестке заседания стала судьба социально ориентированных некоммерческих организаций. В положении о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций есть пункт приоритетных видов деятельности. В очередной раз администрация предложила дополнить его организациями, которые занимаются охраной окружающей среды и защитой животных. НКО из этого списка смогут претендовать в том числе и на имущественную поддержку, а именно на коэффициент в размере одной сотой карентной плате, то есть фактически на безвозмездное пользование предоставляемыми администрацией помещениями. Чтобы разобраться в сути вопроса, неделю назад депутаты провели выездное совещание в городском приемнике и на месте ознакомились с работой некоммерческой организации «Подари жизнь», на базе которой работает ветеринарная клиника. На примере той же ветеринарной клиники мы увидели, что существует такая практика, когда некоммерческая организация, арендуя помещение, может его передавать безвозмездное пользование коммерческой организации. И для нас здесь встает вопрос, каковы конкретные недополученные доходы будут в бюджете, в случае, если мы примем данное решение. Сведения о сумме выпадающих доходов в случае принятия решения о снижении арендной ставки для НКО до одной сотой депутатам пока не предоставили. Но, как заверил народных избранников Сергея Анипченко, льготы не коснется коммерческих клиник. «Здесь надо дифференцировать. Если клиника, то, извините меня, она в уставе все равно так иначе имеет извлечение прибыли. То есть это не социально ориентированная организация, это коммерческая организация. Здесь она под наши вот эти вещи никакие подпадать не будет». Как эта дифференциация будет работать, пока не ясно. В существующей практике, как убедились депутаты, такого разделения нет. Впрочем, некоторые народные избранники вообще не согласны с понятием «приоритетные направления» в работе НКО. «Никаких приоритетных направлений нет и не может быть. На конкурсной основе распределяются средства под конкретные социальные проекты некоммерческих организаций. Если мы хотим сделать какие-то приоритетные направления, это область и все муниципалитеты, которые поддерживают СОИНКО, делают через утверждение грантов». Зарегистрировать свою некоммерческую организацию депутаты рекомендовали и волонтерам городского приемника, чтобы они также могли получить возможность претендовать на гранты. В вопросе же изменения положения поддержки социально-ориентированных НКО никакого конкретного решения вновь принято не было. Депутаты ждут отчета о возможных недополученных доходах, а после опять вернутся к его обсуждению. В Саровском физико-техническом институте завершилась 11-я конференция по истории. Она проходила в рамках студенческого форума по гуманитарным и социальным наукам. В этом году темой конференции стала «Научное и духовное наследие Саровой России в XX веке». За два дня конференции в ней приняли участие 130 первокурсников. Подробности далее. История НЭПа, ВКПБ, церковно-государственные отношения, коллективизация, биография политиков, ученых и поэтов. Студенты Саровского физико-технического провели сложную исследовательскую работу, прежде чем представили свои доклады на конференции по истории. Темы их сообщений затрагивали Октябрьскую революцию и то, как эти события сказались на стране и людях. Изучаем то, что произошло с нашей страной в XX веке после этой революции. И сегодня очень много докладов о том, что происходило в стране, в экономике, в обществе, в политике. Несколько докладов посвящены русской эмиграции. Конференция по истории проводится в ВУЗе уже в 11-й раз. В этом году студенты провели кропотливую работу по изучению событий, которые произошли в России более 100 лет назад. Традиционно в ней принимают участие только первокурсники. Они сначала как-то не очень понимают, видимо, вот что хочется. Они привыкли к истории, может быть, какой-то другой, скучной. Но потом им нравится, они втягиваются, им очень нравится соревноваться. И они потом пишут отзывы об этой конференции, пишут в отзывах, что так изучать историю гораздо интереснее. Конференция началась с видеообращения клирика Кафедрального собора Лондона. Протеерей Максим Никольский давно сотрудничает с кафедрой теологии Саровского института. В этот раз он помогал студенткам Екатерине Наумовой и Виктории Сарычевой в работе над докладом. Он очень интересный как личность, очень много знает, очень нам помог с вопросами, которые у нас возникли в процессе создания доклада. Ответил на них, помог нам дополнить нашу информацию и много рассказал, что интересного. Екатерина и Виктория занимались исследованием биографии митрополита Антония Сурожского, который большую часть жизни провел в Англии. За годы служения его трудами из единственного небольшого русского прихода в Лондоне образовалась целая епархия. Сам митрополит Антоний очень удивительный человек. Он обладал даром слова, который побуждал человека, и поэтому он многих людей привел к вере. Всего за два дня конференции выступили 130 студентов. Их доклады оценивали член жюри, в состав которого традиционно входят сотрудники музеев, преподавателей СРФТИ и московских вузов. Елена Грисков, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. 23 и 24 мая наш город с рабочим визитом посетит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. 23 мая в храме во имя преподобного Серафима Саровского он возглавит божественную литургию. 24 мая в 19.30 правящий архиерей совершит член закладки храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Неработающих граждан предпенсионного возраста приглашают освоить новую специальность. С 17 июня в рамках проекта «Старшее поколение» начнется обучение по профессии кладовщик. На время прохождения курсов предусмотрена стипендия в размере 11 280 рублей в месяц. Более подробную информацию можно получить по телефону 6 95 65. Саровчан приглашают на благотворительный праздник «Дай лапу» в поддержку животных из городского приемника. Он пройдет в воскресенье 26 мая в парке культуры и отдыха имени Зернова. Начало в 12 часов. Гостям праздника расскажут о работе приемника. Познакомят с его бывшими питомцами и их новыми хозяевами. Объяснят, как правильно обращаться с домашними любимцами. Кроме того, саровчан ждут музыкальные выступления, детские интерактивные площадки и многое другое. Более подробно узнать о том, как помочь безнадзорным животным в Сарове, можно по телефону 6 12 10. Музей ядерного оружия примет участие в крупнейшем военном форуме страны. Как сообщили в пресс-службе РФАЦНЕФ, сейчас музей готовит масштабную экспозицию, посвященную юбилею испытания заряда РДС-1. Ее представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Он пройдет на базе военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Центр социальной помощи семье и детям проводит набор в летнюю группу школы замещающих родителей. Ее двери открыты для тех, кто решил принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, или только задумывается об этом. Занятие в школе дает возможность будущим усыновителям и опекунам получить полноценную правовую и психологическую подготовку к ответственному шагу. Свои отзывы по итогам очередной сессии школы замещающих родителей будущей мамы и папы оставляют в книге обращений Центра социальной помощи семье и детям. В ней собраны слова благодарности и признательности за возможность разобраться в себе и получить полезные знания перед важным жизненным решением. Задача нашей школы прежде всего такая, чтобы гражданин мог хорошо обдумать это решение. И если он принимает его, чтобы оно было осознанное и чтобы все члены семьи его в этом поддерживали. Именно поэтому психологи предлагают посещать школу замещающих родителей всем, кто будет задействован в воспитании нового члена семьи. По правилам, свидетельства о прохождении школы не обязательно иметь тем, кто хочет оформить опеку над близким родственником. Но им, считают специалисты, полезно восполнить знания по психологии и поучаствовать в семейной психотерапии. У нас главная задача даже не выдача этой бумаги, а просто, чтобы человек многое понял про этих детей, многое осознал и, может быть, где-то поменял свой стиль общения, воспитания, отношения с этим ребенком. Программа школы замещающих родителей разделена на три блока. Медицинский, где с мамами и папами беседует врач-педиатр. Правовой, где специалисты органов опеки знакомят участников с законодательством в сфере усыновления. Больше всего занятий отведено на психологию. Они проходят в форме групповых тренингов и индивидуальных консультаций. Мы изучаем мотивацию приемных родителей. Мы изучаем качества, необходимые для воспитания ребенка, оставшегося без печени родителей. Кроме того, основной блок у нас идет – это особенности детей, оставшихся без печени родителей. После прохождения курса участников ждет итоговое собеседование. По его результатам будущие родители получат свидетельство, которое прилагается к остальным документам при оформлении опеки над ребенком. Группы школы замещающих родителей набираются четыре раза в год. Стать их участником может любой совершеннолетний саровчанин. Очередная группа начнет свою работу 3 июня. Более подробной информации по телефону 757-22. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В ДК «Авангард» прошел интеллектуально-творческий конкурс «А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни». 11 участников боролись за победу в нескольких номинациях. Им предстояло рассказать зрителям и членам жюри о себе, продемонстрировать свои творческие способности и эрудицию. Организатором выступила комиссия по работе с молодежью при правкоме завода «Авангард». Конкурс посвятили 70-летию предприятия. Контролер слесарно-станочных работ 4-го разряда Татьяна Локтюшкина решилась на отважный поступок. Впервые в жизни выйти на сцену и выступить перед зрителями. Татьяна работает на заводе «Авангард» чуть меньше двух лет. В свободное время занимается творчеством, создает девушкам неповторимые индивидуальные образы. О том, как совместить работу стилиста и профессию, связанную с точными вычислениями, Татьяна рассказала в конкурсе «Визитная карточка». Получилось так спонтанно. Захотелось мне попробовать и побороть, наверное, свой страх. Я очень боялась стены, но с детства мечтала попасть на сцену, петь, возможно, что-то, но с пением что-то не получилось. Поэтому просто даже выйти для меня уже – это большой шаг. Инженер-физик отдела лабораторных испытаний Виктор Апанов запомнит этот день надолго. Для молодого сотрудника завода «Авангард» это дебют на сцене. Виктор решил испытать себя на прочность и осознанно поставил себя в непростые условия, даже не ходил на репетиции перед конкурсом. А в своей визитной карточке решил с юмористической точки зрения взглянуть на профессию физика. Скажем так, переступить через себя, то есть иногда все-таки это очень нужно сделать, да, что идти не на поводу каких-то там ситуаций, да, а взять все-таки в свои руки. Скажем так, это укрепить мой характер. Интеллектуально-творческий конкурс посвятили 70-летию электромеханического завода «Авангард». По итогам работы жюри каждого участника отметили в своей номинации. Юношам и девушкам вручили грамоты и подарки. Будущие чемпионы и мастера спорта собрались в зале молодежного центра. Выпускники спортивной школы ИКАР получили свидетельство об окончании обучения. На протяжении многих лет тренеры воспитывают спортсменов, которые защищают честь Сарова на престижных соревнованиях всероссийского и мирового уровней. Сегодня на базе школы работает 10 отделений различной направленности. Остались позади долгие часы тренировок перед важными соревнованиями, переживания на старте и ни с чем не сравнимые эмоции на финише. 60 спортсменов – это самый большой выпуск в Дюшсакар за последние 10 лет. В нашей школе вы действительно научились побеждать, добиваться поставленных целей, работать в команде, идти к успеху. Футбол, единоборство, полевая стрельба, легкая атлетика, баскетбол, плавание, прыжки на батуте и двойном мини-трампе. Тренеры спортивной школы ИКАР готовят спортсменов по различным направлениям. Выпускницы Анастасия Никулина и Ксения Кузнецова – первый в нашем городе обладательница звания кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Художественная гимнастика дает очень многое. Это большой вклад в воспитание. Это даже какие-то черты характера, выносливость та же. Чтобы добиться почетного спортивного звания, девочки посвящали занятиям художественной гимнастикой все свободное время. Годы, проведенные в стенах спортивной школы, были непростыми, признаются гимнастки, но это того стоило. Он был удивительным, очень интересным, в каких-то моментах сложным, но очень насыщенный, увлекательный. И я буду всю жизнь, наверное, вспоминать и ценить это время. Свидетельство об окончании спортивной школы получено. Это значит, что у ребят есть все шансы сделать успешную карьеру и завоевать награды самых престижных чемпионатов. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!